Добрый день! В этом видео я покажу, как сделать самостоятельно из старых головоломок новые. Делать мы будем супер кубы. Причем сразу 6 штук. Это будут 2х3х3, 4х4 и 5х5. Супер кубы бывают двух видов. Называются они похман и эроу. Эроу это стрела, а значит будут стрелочки на гранях. А похман это вот такие наклейки, где помимо основного цвета есть еще дополнительные цвета, которые показывают возле какой грани должен элемент стоять. Что нам потребуется? Старые головоломки, которые по каким-то причинам как-то сохранились и никуда не делись. У меня это 2 гуанлонга, гуансу и старые кубики шингшоу 5х5. И наклейки с необходимым рисунком. Их можно изготовить самостоятельно, либо приобрести уже готовые. Стоят они не очень дешево и продаются далеко не везде. Для желающих в описании будет ссылка. По ней можно будет найти магазин, в котором купал я. Из инструментов нам потребуется вот такой вот скребок. Ни разу я его не использовал. Это будет дебют. Им мы будем снимать наклейки. Ну а результат мы скоро увидим. А! Поехалка! trusting wszyscy! Угу! Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот что получилось в результате. Супер кубы 3х3, 4х4 и 5х5. Два вида похман и эрроу стрелочки. Помимо скребка для отделения наклеек нам потребовалось еще пинцет и спирт для удаления остатков клея. Работа заняла несколько часов. Но если делать только один кубик, можно конечно справиться быстрее. Что же в итоге? Кубик 3х3 похман, кубик 3х3 эрроу. Какой смотрится лучше, решайте сами. Сразу скажу, что делать подобные стикер моды на 3х3 смысл небольшой. Так как они становятся примерно такими же как любые шейп моды без псевдопаритетов. Здесь важно будет ориентировать центры на этапе креста и не разрушить эти центры при сборке третьего слоя. Давайте трешку соберем, да посмотрим как это выглядит. Перемешиваем. Все почему? Трешка не сильно усложнилась. Потому что здесь мало элементов и у них и так у каждого есть свое место. А в 4х4 и 5х5 есть элементы, которые можно менять местами и это будет незаметно. Собираем. Сначала белый крест аккуратно и следим, чтобы стрелка и стрелка были в одном направлении. Оранжевый. Ну на самом деле поставив правильно одно ребро креста, остальные уже автоматически станут как надо. Ну если вы их собираете по цветам. Собрав крест, мы смотрим на ориентацию центров. Вот стрелка и вот стрелка. Не совпадают по направлению. Значит нужно развернуть. Поднимаем наверх, отводим в сторону. Ставим в правильной ориентации. Соединяем обратно и отводим вниз. Ну и так делаем. Оранжевый само собралось на зеленый. Так. И на красной стороне. Правильный крест готов. Собираем абсолютно точно так же, как в кубике без стикер-мода F2L. Любым способом. Ну главное, чтобы не развернуть центры второго слоя. Так. Далее собираем OLL без применения хитрых алгоритмов. И PUL. На PUL нужно быть аккуратным, так как некоторые алгоритмы, тот же UPERM, разворачивают центры, которые находятся на боковых границах. TPERM, копье, семерка, лямбда и APERM центры не разворачивают. Их можно использовать. Сейчас выпал TPERM и мы можем за один алгоритм все это собрать. Если был бы какой-то другой алгоритм, то как в методе начинающих. Сначала ребра, потом углы мы бы собрали. И сейчас нам повезло, но могло случиться такое, что в конце верхняя стрелочка будет развернута в противоположную сторону. Как вы уже заметили, можно решить при помощи двух TPERM, но есть и другие способы. На хорошо вращающемся кубике 2 TPERM сделать быстрее. Также можно R U, R' U повторить 5 раз и тоже получится. Это R U, стрелочки 3х3. Чем отличается стикер MOD POCHMAN? Тем, что на каждом элементе, помимо основного цвета, есть цвета соседних граней. Вот зеленый стикер. Здесь белая полоска говорит о том, что с этой стороны должны быть белые грани. Также здесь красная полоска говорит, что здесь должна быть красная грань. Ну и также на центрах тоже дополнительные 4 полоски, которые определяют ориентацию центров. Собирать не будем, смысл такой же. Изначально мне казалось, что версия со стрелочками будет проще, чем версия POCHMAN. Но на деле-то ее собирать проще, так как ориентироваться легче. Здесь какой-то цветовой хаос он немного избивает. Но по сути, они равнозначны. Если мы возьмем кубики побольше, то кажется, что все 4 элемента одинаковые. Но если мы переставим вот этот элемент вот сюда, стрелочка будет уже направлена в другую сторону. А значит мы их местами не перепутаем. Собирается 4х4 и 5х5 с такой расцветкой, что с такой, что с такой, значительно дольше. Так как нужно полосочки собирать уже определенного направления. И в конце, к примеру, на центрах 4х4 может случиться ситуация, к примеру, вот такая. Что все центры собраны правильно, а здесь стрелочки в разнобой. На 4х4 это решается достаточно легко, а вот на 5х5 уже гораздо интереснее. Я за кадром их пособирал, и 5х5 я собирал дольше всех. Так как там не сразу понял, как работает паритетный случай на ребре. Ну, здесь мы можем просто это первому собрать. Да, все центры на месте, ну и все остальное. На 5х5 же, для того, чтобы собрать последний центр, пришлось применить знания не только из, к примеру, мастер-морфикса 5х5, который уже собирался не раз, но и проанализировать теорию паритетов. Если на обычной пятерке нам требуется развернуть вот одно ребро, то мы просто делаем алгоритм, который используется для решения паритетов 4х4. Ну, с одним измененным ходом. И думаем, что мы только разворачиваем вот эти элементы, но, возможно, вот эти два переставляются, два ребра тройных. Если же мы подобный алгоритм прокрутим на суперкубе, то заметим, что помимо вот этих вот элементов, которые развернулись, вот эти центральные элементы тоже как-то поменялись. Мы видим, вот эти стрелочки направились влево, эти вправо, эти вправо. А изначально были все в одном направлении. Ну, если мы сделаем этот алгоритм еще раз, то все вернется на место. И если мы собираем центры, то стандартными способами в конце последний центр может не собраться. Тогда приходится выполнять алгоритм паритета ребер еще на несобранных ребрах, чтобы поменять два центральных элемента. И тогда все собирается. Это для меня было откровением. Так же, что интересно, на кубике 4х4, как мы знаем, есть два основных паритета. OLL и PLL. И PLL паритет обусловлен тем, что один из центров может быть повернут на 90 градусов. Но на кубике, где заранее мы правильно ставим все центральные элементы, а значит, поворот на 90 градусов быть не может, в подобной ситуации уже перестает встречаться. То есть просто отсутствует PLL паритет. С OLL паритетом я до конца еще не разобрался, но по всей видимости он будет. А PLL, если мы сейчас прокрутим алгоритм для PLL паритета, то заметим, что вот поменялись два ребра. Здесь все хорошо, здесь все хорошо, а здесь вот были все стрелочки налево, а две вот этих стали направо. Ну и здесь тоже. Две вот этих поменяли направление. На обычном 4х4 мы этого не замечаем. И у нас получается перестановка не только двух вот этих парных ребер, но еще перестановка вот этих центров. С одной стороны и с другой стороны. А так как мы до того, как собрали третий слой, все центры ориентируем правильно, то паритет уже не должен возникать. Ну, мне так кажется. Если я не прав, поправьте в комментариях. Выполняем еще раз алгоритм паритета. И все получается. Кстати, направление стрелочек здесь абсолютно не важно, так как смысл от этого никак не меняется. Их направление важно только на одной грани. То есть зеленая стрелка должна быть направлена так же, как и другая зеленая стрелка. Те примеры направления, которые я видел, не совпадают с тем, что выбрал я. Как сделано у меня? Например, вот бело-зеленое положение. Белые стрелочки смотрят как бы вверх. Здесь четыре грани по кругу в одну сторону. И получается, если мы в той же ориентации перевернем x2, то желтые тоже будут смотреть вверх. Вот такие направления выбрал я на кубиках Arrow. Причем на всех. 3х3, 4х4 и 5х5. Но выбрать можно любые. В том магазине, где я покупал, были стикеры только для кубов максимум 5х5. А в Oliver Stickers есть и для более крупных головоломок, даже для питоминкса. Возможно, когда-нибудь я оттуда закажу. 6х6, 7х7. Посмотрим. Пока позанимаемся с этими. Пробуйте из старых головоломок делать что-то новое. Вращаться буду так же, как и оригинальные головоломки. Это стикер-мод, который делает привычный. 3х3, 4х4, 5х5 гораздо интересней. Ну, 3х3 немножко интересней. 4х4 посильнее, а 5х5 как следует интереснее. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok